США предоставят Киеву Атакамс. Одобрить передачу дальнобойных ракет могут уже на этой неделе. Сообщил об этом бывший спецпомощник командующего ВСУ Валерия Залужного, а также президент Американского университета в Киеве Дэн Райс из зданию Ньюзвик, ссылаясь на американских чиновников, которые принимают решения, и тех, кто должен осуществить поставку этих снарядов в Украину. Получение согласия на передачу Хаймарс на этой неделе изменит правила игры. Скорее всего, они появятся на поле боя на следующей неделе без необходимости проведения обучения и изменений, что будет иметь огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они преодолевают звуковой барьер. Для меня это звук свободы. Речь идет о варианте ракет, которые способны поражать точные цели на расстоянии до 300 км. Атакамс – ракеты класса «Земля-Земля», предназначены для использования системами Хаймарс. Ракеты Атакамс могут работать и в жару, и в холод, а также в любое время суток. Среди доступных целей – командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады боеприпасов. И цели эти могут быть на территориях, которые оккупировала Россия, к примеру, в Донецке, Луганске, Запорожской области. В силу дальности Атакамсом можно охватить Крым и теоретически территории Белоруссии и России. Для того, чтобы понять, насколько Атакамсы будут эффективными, стоит посмотреть на ракетные атаки по Крыму, которые уже совершает Украина, другими видами западных ракет, к примеру, Storm Shadow. Атакамс даст еще больше возможностей для достижения военных целей, говорит британский военный аналитик Фрэнк Ледвич. Для этого достаточно лишь посмотреть на совсем свежий и очень важный пример — атаку по штабу Российского Черноморского флота в Севастополе. Он находится очень далеко за линией фронта, поэтому можно с уверенностью говорить, что удары почти наверняка наносились британскими ракетами Storm Shadow или французскими Scalp. То есть, в принципе, возможность бить по тылам у Украины есть уже довольно давно. Что меняют в этом смысле Атакамс? Они расширяют список потенциальных целей еще больше. Эти ракеты предназначены для пусков из тех же самых установок «Хаймарс», которые Украина уже давно с успехом использует, но для стрельбы на очень большие расстояния и с высочайшей точностью. Это позволит, в частности, Киеву обстреливать транспортные коммуникации, которые тянутся из России в оккупированный Крым, и обстреливать с куда большей регулярностью, чем сейчас. Интересно, что буквально неделю назад президент Шаджо Байден говорил, что пока не будет предоставлять Украине баллистические ракеты дальнего радиосодействия, отметив, что не исключает этого в будущем. Озвучил это мнение Байдена советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге Белого дома. Что же повлияло на ускорение принятия позитивного решения о поставках Украине Атакамс? Дело в том, что военная помощь Украине в борьбе с Россией – это постоянные качели внутри администрации Белого дома по поводу конечной цели войны. Ведь там постоянно ставят вопрос, готова ли Америка помочь Украине разгромно победить. Ведь последствия такой победы – освобождение всех украинских территорий, поднятие синежелтого флага над Севастополем – неизбежно приведут к политическому перелому в России и потенциальному ее распаду, говорит российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. И в американской администрации существует мощное крыло, включающее как минимум советников на зону безопасности Джейка Салливана и еще несколько человек, включая директора ЦРУ Бернса, которые панически боятся такого развития событий. И вот этот баланс, он постоянно вот как бы вот как ходит туда-сюда. С другой стороны, есть те, кто считает, что победа Украины необходима для того, чтобы вообще появился шанс нормальной мироустройства. А эту партию возглавляют министр обороны и министр странных дел. Находясь между двумя фракциями в администрации, Байден постоянно колеблется, пытаясь найти разумный компромисс. В то же время объективных причин не давать Украине Атакамс нет. Мы прекрасно понимаем, никаких оснований не давать Украине ракеты в полном объеме нет. Эти ракеты есть. Более того, эти ракеты рано или поздно придется утилизовать, потому что их все равно где-то надо использовать. То есть платить за то, чтобы их размонтировать в итоге через несколько лет, или сегодня дать Украине для решения военных задач, которые стоят перед ВСУ. Это решение Байден принимает шаг за шагом. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский посещал Вашингтон и обсуждал новый пакет американской помощи Украине. Во время этого визита представители Белого дома заявили, что Атакамс в этот пакет не войдет, однако вопрос об их поставке остается на повестке дня. Однако в субботу британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что решение о предоставлении таких ракет было принято еще до визита Зеленского, но в администрации Байдена решили заранее не разглашать эту информацию. Возможно, чтобы российские военные, узнав о готовящихся поставках ракет, не отвели свои склады и пункты снабжения подальше от линии фронта. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях, также подписывайтесь на наш телеграм, чтобы знать больше главных новостей о войне.